Буквально недавно в Махачкале состоялось подписание соглашения на предоставление субсидий муниципальным округам в целях реализации приоритетного проекта формирования современной городской среды. В связи с этим, учитывая ограниченность средств и времени перед администрацией и членами общественной комиссии, стоит задача сформировать перечень объектов в числе первоочередных, разъяснил в ходе совещания главный инженер управления коммунального хозяйства Султан Паша Асаидов. По словам Саидова, окончательный перечень домов, которые войдут в проект муниципальной программы, предстоит отобрать с помощью обсуждений с участием заявителей многоквартирных домов и специально созданной комиссии, где будут учтены все требования программы. По мнению первого заместителя главы администрации Бадыра Ахмедова, всем заинтересованным лицам необходимо в срок предоставить и собрать всю необходимую документацию. С самого начала моя просьба, как представитель комиссии и как заместитель главы, чтобы не оставляли на самом деле. И все члены комиссии, и непосредственно Султан Паша, и начальник УКХ. Эти вопросы мы ни разу не два проговаривали, и с вами, отдельно, и в министерстве. Здесь никаких шаг права, шаг права не должно быть. Все расписано. Этих людей надо так сподвигнуть, чтобы они подавали эти заявки, дизайн-проекты, заявления, формы заявленных. Все, чтобы это не возвращалось, обратно туда-сюда бумагой, чтобы это не закончилось, а реально работало. На сегодня мы голосуем о четырех заявках. Это предварительные заявки. В течение месяца мы их соберем, потом будем дополнительно отбирать. Бадыр Ахмедов отметил, что ключевая цель муниципальной программы заключается в обеспечении комплексного развития современной городской инфраструктуры и в благоустройстве наиболее посещаемых территорий общего пользования жителями города. Зарья Махайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».